Признаки птицы? Признаки птицы? Крылья, крылья, крылья. Совершенно верно. Крылья. Крылья является у нас одним из признаков птицы. Конечно, крылья есть не только у птиц. Вы, наверное, можете вспомнить на ведущих пушей, с которыми есть крылья. Но, в принципе, по большей части крылья являются парфологическими признаками птиц, которые дают им способность к полету. Это очень важная способность, благодаря тому на полету они смогли занять какиминирующее положение верхнего яруса. Так, какую еще характерную особенность птиц, в описании птиц мы можем видеть. Крылья совершенно верно. Мы тебя просто слушаем. Крылья. Крылья у нас является видоизмененной челюстью. У человека есть челюсть нижняя челюсть, верхняя челюсть. А у птиц есть крылья. Это, по-моему, видоизмененная челюсть, которая выполняет определенные функции. И как раз по форме клюва мы можем определить, чем питается птица. Об этом мы будем говорить немножко попозже. Так, и у нас, пожалуй, есть еще одна характерная особенность. Я обещал, девочки, извините. И у нас есть одна характерная особенность, которая характерна только для наших птиц. Совершенно верно, у птиц есть перья, у других классов животных перьев нет. С точки зрения морфологических особенностей мы поговорили, но также у птиц есть какие-то поведенческие особенности. Может мне кто-то скажет особенности поведения птиц. Пение совершенно верно одной из характерных поведенческих особенностей. Особенности поведения птиц является пение. Если есть классы в своей организации пониженные, например, зимнолобные рептилии, они общаются, ну, скажем так, больше по обонянию. Некоторые виды животных, мегапитающих общаются тоже в форме обоняния, оставляют какие-то метки из запаха на деревьях, на земле, то птицы у нас общаются все-таки больше с использованием сложных систем звуковых сигналов. Вы можете в этом убедиться. Например, прямо сейчас, прямо сегодня, в виде оперных сквер, услышать наших голубей, раздор, которые сейчас находятся в оперных скверах в огромном количестве, о том, что птицы общаются с помощью голосовых знаков. Одной из поведенческих особенностей мы выяснили, может кто-то еще скажет, на что характерно для птицовых поведения. Совершенно верно, это перелеты птиц, в отличие, допустим, у нас от земноводных, в отличие от мегапитающихся, и даже в отличие от мегапитающих, они мигрируют. А почему мигрируют птицы? Так, птица отвечает на отсутствие кормовой базы. Происходит выступление холодного времени года, кормовая база у птиц исчезает. Это большей частью касается все-таки насекомоядных птиц, некоторые травоядные птицы, некоторые, скажем так, мясоедые остаются на территории города Пермь. Большая часть птиц у нас все-таки улетает. В отличие от мегапитающих, которые, например, впадают с пачками, если вспомнить нашего медведи или барсука, или вспомнить рептилии, которые тоже впадают всяческие анабиозы и засыпают до весны. Еще одной из паративных особенностей проведения является брачный ритуал. Вот если, опять же, я сегодня буду проводить парадели с оперным сквером, если выйти в оперный сквер, сейчас можно увидеть огромное количество андроздов, груздов и пинников, андроздов и лобровников, которые дерутся с друг другом, устраивают вот эти брачные игрища, что бы было в целях найти там самца сам. И еще одной характерной особенностью для птиц является гнездование. Птицы у нас, в отличие от других животных, строят гнезда. Так, когда у нас характерные особенности, мы знакомились, теперь перейдем давайте к происхождению птицкого класса, но ученым, в связи с наличием общих чертов развития между классом присмыкающихся и классом птиц было, и что птицы происходят у нас от присмыкающихся. На основании каких общих чертов развития им было высказано такое предположение. Давайте посмотрим наш второй слайд. На слайде мы можем увидеть совершенно типичное наше птицкое присмыкающиеся, это живородящая ящерица. Вы не подумайте, что птицы у нас, так же, как мигопитающие, рождают уже непосредственно потомство, они также откладывают яйца, но яйца в этой ящерице созревают непосредственно в ней. То есть у нее происходит откладывание яйца внутри, и после этого яйца созревают у нее внутри, и наружу уходят уже ящерицы. Так, а какие же общие черты развития у нас между классом присмыкающихся и классом птиц? Ну, во-первых, присмыкающиеся, кожа присмыкающихся и кожа птиц, она не имеет желез. Если мы, мигопитающие, имеем потовые железы, то не присмыкающиеся птицы таких желез не имеют. Как присмыкающиеся, так и птицы, как вы понимаете, откладывают яйца. У нас темноводные не откладывают яйца, лягушки серые жабы, у нас мигопитающие не откладывают яйца, за исключением птиц. Их яйца по своему строению, в принципе, друг на друга похожи. Находят желтой белок, как мы привыкли кушать укуриные яйца. Их яйца. Вот они по своему строению похожи. Пелья птицы, как мы видели на предыдущей фотографии, ее ревдаются роковыми образованиями, похожими на чешуях присмыкающихся. Кроме того, если вы могли бы заметить… Так, у нас… У нас видно указки. Это место у птиц называется цевка. Место от лапы до угольни называется цевка. И оно покрыто такой же чешуей, как покрыта чешуя у присмыкающихся. Вот такие общие черты в развитии обнаружили ученые. Вот на основании этих общих черт развития было высказано предположение, что хоть как птицы происходят от присмыкающихся. И действительно, это предположение подтвердилось в результате находки на территории Юго-Германии. В слоях земной коры были обнаружены кости скелета животного, такого вот животного. Животное – это назвали археоптерикс, то есть древняя птица, древние крыла. Животное – это было размером сороку с нашу обыкновенную сороку. Давайте посмотрим его реконструкцию. Вот так выглядит реконструкция этого животного археоптерикса. Животное было размером сороку. Как мы видим, форма черепа с зубами в обоих частях. Как мы уже говорили, челюсть для птиц не характерна, а характерна для млекопитающих. И очень единый клев напоминали по своему происхождению воспринимающихся. Но одновременно, можно видеть на реконструкции, это животное имело крылья, что говорит о том, что оно уже имело черты сходства с птицами. На ногах у него, на довольно длинных ногах, у него было четыре пальца, три пальца были обращены вперед, один палец был обращен назад. Это нам говорит о том, что, в принципе, это древнее животное, древняя птица-ящер, хорошо лазило по деревьям. Кроме того, руку рулевого перья, как мы видим, хотя мы, к сожалению, не видим на этой реконструкции, рулевые перья прикреплены отдельно к каждой зоне, так скажем, позвонков. Хотя, если посмотреть на наших птиц, у них рулевые перья прикреплены к опчатой гости. То есть, если мы вспоминаем, вот, допустим, вот эти его перья, которые регулируют полет, они прикреплены к задним птицам. Вот, и на основании вот этих черт, одновременно и животного, и птицы, кстати, это животное жило около 150 миллионов лет назад, ученые, ученые было подтверждено. И говорил, это животное по своему происхождению жило около 150 миллионов лет назад. В целом, факт его происхождения доказывает нам, что птицы все-таки превзошли от пересмыкающихся. То есть, современные птицы на территории города Перми – это потомки вот этого древнего ящера. Древняя птица, как я уже говорил, вот, в частности, архиоптерикс, оно еще не летало, оно только ползало по деревням. У него были такие мощные копки, и оно могло болеть. Все-таки крылья у него уже были. И таких вот потомках этих питающих динозавров в данное время на территории города Перми у нас насчитывается около 250 видов. Вот эта цифра сегодня еще будет звучать. Вы можете запомнить 250 видов птиц, которые питают на территории города Перми. Они могут быть и пролетные, могут быть и осетлые, могут быть кочевые. 250 видов птиц. Может, это правильно, там насчитывается 250 видов птиц. Могут быть 250. 93 из них из этих видов являются пролетными. Кстати, на фотографии кто-то знает птиц. Что это значит? Это озерное чайки. Это озерное чайки, совершенно верно. Но много это или мало, как вы считаете? Мало. Кто-то много, кто-то мало. Но вообще на территории нашей большой планеты Земля в настоящее время насчитывается около 10,5 тысяч видов различных птиц. А на территории нашей страны, на территории одной шестой части суши Российской Федерации, насчитывается около 750 видов птиц. То есть примерно 1,3 всех существующих видов вы чисто теоретически можете встретить на территории нашего города. Поможет нам при открытии окно облюдаемого нашего птичьего мира любительская орнитология на английский манер это bird watching. Любительская орнитология, которая отвечает в себя наблюдению и изучению за птиц никак визуально, например, с помощью невооруженного глаза. Так глаз можно и вооружить, посмотреть на птиц с помощью бинокла, с помощью фотоаппарата и желательно с телескопическим объективом. Так, ну, и, конечно, за некоторыми летние птицы лучше наблюдать не визуально, а слушать их голоса некоторых видов птиц очень тяжело заметить, какие виды мы сегодня с вами, кстати, посмотрим. Как я уже говорил, в городе можно насчитать 250 видов птиц. Ну, около 150 видов гнестится в городе. В зимнее время у нас остается, ну, точно, 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 около 40-50 видов. Это, как правило, как я уже говорил, дулофиты либо травоядные, они кушают тоже, ну, либо мясоеды, это, ну, например, совинные птицы. Так, скорее всего, если вы себе поставите цель увидеть все 250 видов птиц, встречаемых на территории города Перми, у вас на это уйдет не один год, потому что птицы обитают в совершенно разных биотопах, местах питания. Некоторые птицы всего лишь пролетные, они пролетают над городом, не пролетают в северные края. Ну, и часть у нас птиц краснокнижных, этих птиц тоже очень тяжело встретить. Давайте посмотрим пролет наших птиц. Вот схема, схематическая карта, куда обладают наши пермские птицы. Как я уже говорил, миграция птиц – это ответ на изменения окружающей себе. Когда наступает холода, это, как правило, уже август-сутябрь, наши птицы собирают чемоданы и отправляются на елку. Первыми улетают птицы насекомоядные. Так как на сене все-таки при птице насекомоядных может быть, естественно, насекомых, при появлении отрицательных температур насекомые впадают в спячку. Чуть попозже улетают у нас птицы, которые кормятся растениями, и улетают усеобразные птицы. Вот мы с вами видим, что наши уральские птицы, как правило, не как правило, а точно, улетают на территорию Африки, на территории Средиземного моря. Они там улетают, кушают средиземноморскую пищу, кушают сладких сочных моллюсков, купают в Средиземном море. В общем, полгода они отдыхают, и тоска по родине тянет их назад в апреле, в мае месяце. Ну, а теперь перейдем непосредственно к бёрдву очинку. Бёрдву очинку я бы, то есть наблюдение за птицами я бы разделил на пассивный и активный. Сначала давайте поговорим о пассивном бёрдву очинге. Пассивный бёрдву очинг – это наблюдение за птицами стационарно. То есть мы определяем необходимую нам точку, на которой мы будем наблюдать за птицами. Как правило, стационарный бёрдву очинг необходим при наблюдении за водными и за околоводными птицами, за пролетающими птицами. При стационарном бёрдву очинге строится вот такое вот укрытие, это называется скрадок. В принципе, скорее всего, термин скрадок пошёл к нам из охоты. Охотники тоже делают скрадки за птицами. И бёрдву очинг, то есть наблюдатель за птицами, вот изучает птиц из такого скрадка. Если вы параллельно бёрдву очингу, то есть изучением наблюдения за птицами занимаетесь ещё фотоохотой, то есть фотографируете птиц. Вот такой скрадок просто обязательно, так как со стационарных мест снимки получаются наиболее качественными. Как я уже говорил, но водных и оководных птиц, птиц, которые являются объектами охоты, можно хорошо зафотографировать, хорошо их увидеть, но только вот с такого скрадка. В случае активного бёрдв очинка, например, вот тут мы фотографируем птиц, который обитает в нашем, в том числе и оперном скраде, в случае активного бёрдв очинка, мы заранее планируем маршрут. Если мы хотим наблюдать за водными, околоводными, наземно-древесными птицами, мы планируем свой маршрут, например, по одной из долин малых рек, которых очень много на территории города Перми. Там можно увидеть виды птиц из различных групп. Ну, в принципе, птиц можно наблюдать просто, выйдя на тот период, даже опять в нашем оперном скраде, то есть даже не обязательно разрабатывать маршрут. Много птиц летают у нас, в первых парках даже сейчас, наверное, в оперном скраде можно насчитать порядка 20 видов птиц. То есть, в принципе, разрабатывать маршрут не обязательно. Вот таким вот образом. И теперь перейдем непосредственно, что нам необходимо для бёрдв очинка. Ну, в первую очередь, нам необходимо знать, как я уже говорил, что самое большое для разнообразия птиц наблюдаются у нас в мае месяце. В мае месяце птицы начинают свой приют. Они активно ищут самцов самок, активно борются за территорию, то есть ведут себя наиболее активно. Их, как можно услышать и видеть, в это время года проще всего. Что касается суточной активности птиц, лучше всего наблюдать, естественно, утром и вечером. В это время дня они наиболее активны. Если говорить о какой-то специализированной одежде, в которой мы хотим наблюдать за птицами, то, естественно, нужна специализированная обувь, если мы выходим на какие-то водно-болотные угодья, ну, хотя бы резиновые сапоги, с точки зрения одежды, желательно бы какую-то цифровидную одежду иметь для наблюдения за птицами. Также необходимо приобрести определитель птиц. Определитель птиц вы можете, как скачать на свой гаджет, на свой телефон, у нас очень много электронных определителей птиц. Также вы можете приобрести определитель птиц в бумажном виде лично, я пользуюсь определителем Рябица, по-моему, Виктору Константиновичу, птиц Урала, Придуралье и Западной Сибири. Там, что самое важное, для армитолога-любителя, это определитель, но он с цветными картинками, цветные картинки всегда помогутся в деле начинающим выбортировоченным. Так, допустим, мы наделись, выбрали маршрут, вышли на маршрут, увидели птицу. Так. Увидели птицу. На что необходимо обращать внимание, когда вы увидели птицу? Кто-нибудь знает, что за птица? Это ополомник или длиннохвостая синица? Совершенно верно. Это ополомник или длиннохвостая синица. Ополомником ее называют по той причине, что она напоминает ковш. Ополомник из древнего названия ковша. Что нам необходимо, чтобы определить птицу? В первую очередь, мы обращаем внимание на ее форму тела. Как мы сейчас можем заметить, у данной птицы белая грудка, черная спина и очень длинный хвост. Это является ее характерной особенностью. Обращаем внимание на ее определение. Обращаем внимание на одну из характерных особенностей. Как мы уже говорили, у нее довольно маленький клюв. Кроме того, нам необходимо обратить внимание на ее полет. У разных птиц совершенно разный полет. Совершенно разный полет. Как правило, у ворогиных, у синиц, он, в общем-то, такой немного нервный. Более крупные птицы летают, но поспокойнее чувствуют себя хищниками, ничего не боятся. Так вот, обращаем внимание на полет и обращаем внимание на голос птицы. Давайте послушаем ее. Давайте послушаем голос. Ну, вот как-то так у нас дает поездочная хвостая синица. Что делать, если птица вас увидела и вроде как собираются улетать? Естественно, я советую вам стоять на одном месте и просто не двигаться. Все-таки птицы воспринимают человека как хищника. Для них это увидеть человека рядом с собой, стрессовая ситуация. Если вы увидели, что птица смотрит на вас, то стойте спокойно и ждите, пока птицы не могут успокоиться. Ну, давайте теперь перейдем непосредственно к птицам, которые вы можете встретить на территории нашего города. Вот, у нас есть, скажем так, относительно, это относительно систематиками абсолютно шесть групп птиц, которые вы можете встретить на территории нашего города. Ну, город у нас обладает очень сложным ландшафтом. У нас половина города – это городские леса, около 50%. В свою очередь, городские леса у нас тоже очень неоднородные. У нас есть сосеньки, у нас есть ельники, у нас есть березники, где-то растет ива. В этих городских лесах тоже совершенно разные подростки от леса. То есть, птиц, то есть, у нас городские леса – это очень сложная экосистема, и, соответственно, птиц у них тоже очень большое количество. Кроме того, у нас, в принципе, город очень растянутый, и рядом с городом протекает река федерального значения – Кана. Это тоже имеет значение для петолого биоразнообразия. Кроме того, у нас много малых рек, долин малых рек. По-моему, у нас около 40 малых рек. Это достаточно много. Там обитают определенные виды птиц. Ну, и зоны различной застройки, высотной застройки, невысотной, деревянной застройки. Это тоже накладывает свой отпечаток на биоразнообразие. Кстати, у нас очень большое биоразнообразие наблюдается на урочище Красава. Там действительно много водных, около водных птиц. Ну, давайте перейдем непосредственно к группе птиц, которые встречаются на территории нашего города. Вот, я еще раз повторюсь, группа птиц – это относительно. То есть, это не систематика птиц, как таковая. Как вы уже, наверное, знакомились со слайдами, первая группа птиц – это древесно-кустарниковая. Ну, давайте попробуем определить, что это за птица. Дядя. Совершенно верно – дядя Алун. А кто-нибудь знает, какой конкретный вид этого дядя? У нас летает, по-моему, пять или шесть дядя? Он пёс, он большой. Нет, это дядя. Совершенно верно – это большой пёс, дядя. Но, я вижу, много человек сзади вас тоже знает, что это за дядя. Давайте… Хорошо, слушай. Да, потом, после лекции подойдем. Да. Давайте послушаем его, скажем так, пение, если где-то можно называть пением. Теперь это может быть немножко тишиной. Ну, а давайте после лекции подойдем к душу. Вот. Большое пёсто дядя, вот как и жили с гостиной, это дядя Аллу Сидо, дядя Аллу Малу. Пёсто дядя – это типичные деревесно-кустарники птицы. К ней кормятся и обитают верхнюю яруси леса. Кормятся как насекомым или так. Я имею в виду, вообще, из этой группы кормятся как насекомым или так, и они являются травоядными. К этой группе относятся различные воробьиные семейства. Синицевые, дядь, лакушки и так далее. Давайте перейдем и посмотрим еще один вид из этой группы. Кто-нибудь знает, что за птица? Это обыкновенная пищука. Это у нас обыкновенная пищука. Как мы можем, наверное, увидеть по ее морфологическим признакам, по внешнему виду. Она, кстати, питается насекомыми. У нее очень тонкий клюв, а тонкий клюв – это, как правило, является признаком насекомоядных древесных птиц. У птицы, которые кушают пищу растительного происхождения, особенно различные плоды, у них более плотный клюв. Вот так вот у нас выглядит пищуха обыкновенная. У нас свои длинные клювы пытаются залезть под чешую голову, в данном случае сосны, и найти насекомых, которые спят. Вот такой вот кровожадный маленький хищник. Кстати, остается у нас зимовать, а зиму останется. Так, ну и теперь переходим к птицам из наземно-древесной группы. Кто-нибудь может определить? Совершенно наша типичная птица города Пермена. Снегирь? Нет, это, к сожалению, не снегирь, но где-то почти там рядом. Снегирь? А? Нет. Не щекол? А? Совершенно верно. Это самый-самый наш распространенный вид птицы в летнее время. Это зябрик обыкновенный. Он находится в группе наземно-древесной птицы. Они могут летать как в верхнем полке, так и в нижнем. Но они могут кормиться как в верхнем полке, так и в нижнем. Вот, как мы видим, зябрик являются травоядной птицей. И, как мы можем видеть, клюв у него достаточно массивный по сравнению с пищухой обыкновенной. Кстати, у зябриков развит половой геморфизм, то есть различия между самкой и самцами. А самцы у нас ответуют. Именно вот так это у нас занец. Самки у нас немножко выглядят по-другому. Они немножко такие зеленоватые, но формы тела примерно похожие. Так, и давайте посмотрим еще одну из птиц, которая относится к группе наземно-древесных. Я сразу хочу сказать, что это птенец. Ну, птенец уже, в принципе, практически похож на, относительно практически на взрослые осы. Эта фотография прошлого года была сделана в Оберном сквере. Кто-нибудь знает, что за птица? Да, 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 да. Именно горехвостка. Совершенно верно. Это птенец горехвосткий обыкновенный. Эта птица была выбрана птицей 2015 года по версии нашей самой крупной федерации. Союз охраны птиц России. Вот в прошлом году была именно эта птица, Союз охраны птиц. О ее мероприятиях я расскажу чуть позже. Вот это типичный представитель наземно-древесной группы птиц. Из этой группы, в принципе, увидеть, наверное, легче всего. Они обитают в скверах, в парках, ну, то есть, довольно распространены. Следующая группа птиц – это у нас наземные птицы. Они, по сути, в принципе, орфологическим признаком похожи на птиц из вышеуказанных групп, но кормятся и гнездятся они на земле. Вот кто-нибудь мне скажет, что это за птица? Это немножко не рябчик. Выпь. Это немножко тоже не вы, но немного похоже на вы. Это коростель. Совершенно верно. Это коростель. Скорее всего, все сидящие в этом зале хоть раз видели, хоть раз, извиняюсь, слышали коростеля вот из-за его противного скрипучего голоса. Но немного кто его видел, я, к сожалению, так его не видел. Если вам это заметить, не моя. Слышал он коростеля буквально в двух метрах от себя, но никак не мог я его где-то там видеть. Все время куда-то он убегает от меня. Птица. Он только по земле? Он, как вы видите, у него есть крылья, он при желании может летать. У него он не рефицированный крылья, это не пингвин. Но, как правило, он бегает по земле и взлетающего, и взлетающего. У него в случае опасности, например, в случае, если я стою рядом, не видел. Так. В следующей группе птиц у нас являются птицы околоводные. То есть птицы, которые... Да, ты будешь следующим отвечать. То есть птицы, которые у нас находятся, пиздаются, размножаются рядом с водой. Ну, вообще, я бы трясогуску определил в такой промежуточной форме. Она все-таки... Можно встретить ее прямо и в центре нашего города. Кстати, я уже назвал, что птицы. Трясогуску можно встретить ее и в центре нашего города, но и также на околоводных объектах. Вот. К птицам из этой группы, в принципе, подойти очень... Ну, тоже очень сложно, так как они являются... Некоторые из них объектами охоты. И наблюдать их лучше всего при пассивном вертвочке. То есть со скратков. И фотографии лучше всего получается тоже со скратков. Вот. Много вот таких околоводных наших птиц. Например, ну, вот таких вот обитает на урочище красава. Кто-нибудь знает, что за птица? Молодой человек, я жду вас. Это кулики? Это кулики, да. Это кулики, да. И если они хотели... Может, это песочный? Это не песочник. Да, это кулики. У нас куликов много. Это у нас так называемый большой веретенник. Большой веретенник. Он у нас, кстати, насколько я помню, относится к третьей категории красной книги пермского края. То есть, эта птица у нас не столь распространена. Все знают, что такое красная книга? Да? Вмечательно, тогда не будем много рассказывать, что такое красная книга. Идем к пятой группе наших птиц. Про категорию красной книги. Про категорию красной книги. Если вкратце, то существует пять категорий красных птиц. Первая категория – это птицы практически вымершие. Пятая категория – это птицы жизни, которых практически уже ничего не угрожает. И ее восстановление, полное восстановление популяции. Их можно выводить из красной книги. Насколько я помню, веретенники у нас относятся к третьей категории красной книги. То есть, как бы, не очень себя хорошо чувствуют на территории Пермского края. Так, перейдем к следующей пятой группе птиц. Это водные птицы. Кто-нибудь обидели птицу? Это чонка. Совершенно верно. Это чонка, то и другое ее название – большая паганка. Паганки у нас есть не только в мире грибов, но и в мире птиц у нас тоже есть свои паганки. Вот эта большая паганка, я так думаю, что свое название она, скорее всего, получила из-за невкусного мяса. Хотя я мог прошибаться. Об этом я не узнавал. Как вы видите, по ее морфологическим признакам, водные у нас птицы, они имеют такое плотное телосложение. Они хорошо накапливают жир, у них вытянутая шея. Но вот это характерные особенности наших гусей от разных птиц. Фотография тоже, к сожалению, сделана не мной. Чонка я видел на территории города, теперь не фотографировать. Но эта фотография очень плохого качества не стала показывать. Так, следующим образом мы переходим к последней нашей категории, к условной категории группы птиц. Это птицы, которые гормятся на лету. Кто-нибудь знает, что за птица? Это деревенская ласточка. Совершенно верно, это деревенская ласточка. У нас на территории города первые встречаются несколько видов ласточек. Это деревенская ласточка, городская ласточка, берегушка. Вот в нашем случае это деревенская ласточка. К видам птиц, которые гормятся на лету, относятся совершенно разные птицы. Их, как я уже говорил, объединяет только то, что они коробятся на лету. Вот, например, галинанская ласточка кушает у нас насекомых. И давайте закончим этот систематический наш рассказ. Еще одна птица, последняя птица. Как вы можете заметить, по ее глюву, я уже говорил, что глюв — это характерный особенность птиц, эта птица едается хищным, это не может быть. Собор. Или, скорее всего, это перебилядье. Да, совершенно верно, это ястреб-перебилядник. Его я заснял, по-моему, года полтора назад. Он залетел в нашу оперный сквер, сидел, как вы видите, на листиномце. И прям одним своим видом прыгал всех голубей-голубей. При взмахе отдам караван, его улетали очень-очень далеко. То есть это птица хищная. Так, о птицах мы поговорили. Вообще, зачем заниматься гордвочником, зачем нам летать за птицами? Есть несколько причин, ну, зачем нам летать за птицами. Давайте поговорим об этом. Одна из птиц, одна из причин — это... Что за птица? Совершенно верно. Это вот одна из причин заниматься надвинением за птицами, заниматься птицами. Птица года — это совершенно верно. Одна из причин наблюдать за птицами — это научная причина. Вполне возможно, что кто-то из вас завтра может выйти в сквер, выйти в отдаленную Магаареку, увидеть птицу, которую никогда раньше на территории города не встречали. И вы можете сделать открытие прямо регионального масштаба. Кроме того, вы можете помочь нашему Федеральному союзу охраны птиц России. Это организация, которая непосредственно занимается популяризацией орбитологии, охраной и защитой птиц. Каждый год эта организация выбирает птицу года. Как я уже говорил, в 2015 году птицей года была греховская обыкновенная. В этом году птица года — удобство. Птица, к сожалению, на территории Пермского края, эта птица у нас не встречается. Она встречается на территории Кировской области, на территории Удмуртии, на территории Башкортостана. В нашем городе эта птица не встречается. Если вот вдруг вы займетесь ввертвочем, там завтра выйдете в какие-нибудь поля, лугарии, увидите, зафиксируйте эту птицу, вы, может быть, даже сделаете открытие нашего регионального штаба, и вас поместят на какие-нибудь в наши металлогические книги. Следующий момент, почему стоит заниматься ввертвочем, я бы сказал, что это является физическая активность. Естественно, когда вы наблюдаете за птицами, вам можно добраться из одной точки до второй точки, можно немножко прогуляться, если вы занимаетесь ввертвочем. И, кроме того, всем, кто испытывает проблемы со зрением, у кого сидячая работа, кто по 8 часов в день смотрит в компьютер, я бы советовал заниматься ввертвочинге, потому что птиц всегда необходимо наблюдать где-то вдалеке, где-то на дальних расстояниях, и глаза очень отдыхают, если вы наблюдаете за дальними движущимися объектами. Кроме того, от наблюдения за птицей можно получать эстетическое наслаждение, вы просто можете смотреть на птицы и наслаждаться. Но, к сожалению, это не всем давно. Закончить, наверное, тему, в первую очередь, я бы хотел информационными ресурсами, которые вам могут помочь. В первую очередь, это сайт Союза охраны птиц России. Там вы можете найти все объединили, которые встречаются на территории, все объединили, всех птиц, которые встречаются на территории города Перми. Вы можете пообщаться на форуме с арбитологами, с профессиональным и непрофессиональным. Вы можете узнать о акциях, которые проводят Союз охраны птиц России. Кстати, забыл вам сказать, уже в ежегодном формате Союз охраны птиц России проводят ежегодные учеты водоплавающих птиц. Они, по-моему, проходят в начале февраля. У нас в этом году общественники участвовали. Вы можете помочь Союз охраны птиц России в феврале выйти и посчитать наших водоплавающих птиц, которые зимуют на территории города Перми. У нас, насколько я помню, зимой только грякла обыкновенная. Следующим информационным ресурсом это у нас ресурсы, на которых выложены определители. Определители для птиц лично. Я пользуюсь сайтом экосистема.ру. Очень много определителей – животные, звери, птицы и растения. Что самое хорошее, там выложены определители, насколько я помню, в электронном виде. То есть вы можете все это скачать на свой гаджет. Также есть сайт onber.ru. На нем я смотрю голоса птиц, то есть слушаю голоса птиц в записи. Следующим вам советом мне хотелось бы отметить сайт управления по экологии администрации города Перми. Наш сайт, прорекламированный родной сайт. Там вы можете посмотреть все природно-охранные мероприятия, которые встречаются на территории, которые проводятся в управлении по экологии и городского космическому. Кстати, на фотографии изображен тоже чернобыловый чекан. Значит, вы можете посмотреть мероприятия, которые проводятся. И что самое главное, вы на этом сайте можете встречать вот такую вот книгу «Птицы города Перми» в PDF-формате. К сожалению, эта книга выходила очень ограниченным тиражом, поэтому бумажные варианты осенья где-то в библиотеках Хэна эту книгу удастил наши ученые-эргитологи. В этой книге есть описание всех 250 видов птиц, которые встречаются на территории нашего города и в том числе с цветными картинками, что очень важно для любителей простых любителей. Ну, следующим сайтом я хотелось бы похвастаться сайтом нашей природоохранной общественности. Это сайт природоперми.ру Он представляет из себя такую интерактивную карту, на которой изображены все виды птиц, которые кто-либо когда-то встречал на территории города Перми и заносил вот картотеку этого сайта. Вот в данный момент, по-моему, здесь изображена карта встреч с соловьями. То есть, если вы хотите встретиться с соловьем, соловьи у нас летают до неных малых рек. Вы можете ознакомиться с этим сайтом и посмотреть, где эти соловьи встречаются, а также вы можете занести, вынецать свою инновацию. Если вы встретили какой-нибудь редкий вид птицы, то, пожалуйста, заносите. Ну и последний момент. Мне бы хотелось пререкламировать группу ВКонтакте. Естественно, группу ВКонтакте, там целых 250 человек. Это природоперми.ру там укладываются нашими архитологами, любителями, нашими общественниками различные информации по природоохранным мероприятиям, по птицам, по животным, по растениям, вообще вся информация там. Так что приглашаю вас в гости. Ну, а тема своей лекции я хотел бы закончить, наверное, охраной защиты Пермских птиц. Это было вполне символично. Что, конкретно, каждый из здесь сидящих может сделать для охраны Пермских птиц. У нас есть какие-то правила содержания домашних животных, в которых сказано, что собак мы выгуливаем на поводках и в наморниках. К сожалению, собаководы, некоторые, а скорее даже большинство, эти правила не соблюдают. Поэтому я попрошу, если у вас у кого-то здесь сидящих есть собаки, то, пожалуйста, выгуливайте собак вперед, когда птенцы начинают выходить из своих гнезда, то есть в июне, в июле, пожалуйста, либо в наморниках, либо на поводках, потому что собаки очень надоит немножко в силу своих инстинктов кушать Пермских птиц. Ну, хотя бы не кушать, но прикусывать. Не может прикусывать. Так, еще один момент. Мы не подбираем птицы за гнезда. Мама птица, папа птица сами разберутся, что с ним делать и сами его накормят, и сами о них позаботятся. Кроме того, хотелось бы до всех вас донести, что мы не шумим в лесу в гнездовой период. По-моему, наши пермские птицы начинают садиться на гнезда после 10-х чисел мая. Поэтому после 10-го мая примерно месяц-полтора старайтесь в лесу не шуметь, не устраивать дискотек в своих машинах. И, кстати, вот по причине того, что птица у птиц начинается гнездовой период, одна из причин того, у нас на территории города Пермю, в частности, в Чернявском участковом лесничестве, созданы специальные экологические тропы. Кстати, маленькая книжечка по экологическим тропам где-то там будет выложена, по-моему, в столах. Вы можете разнакомиться, какие экологические тропы проходят по территории нашего города и при желании прогуляться. Так вот, если вы могли заметить, на территории Чернявского участкового лесничества экологические тропы проходят, ну, вдоль улицы Встречная, нет, вдоль улицы, по-моему, на подъезд, они идут в сторону Палатовского парка, асфальтированные площадки. А вдоль улицы Встречная никаких асфальтированных дорожек нет, и там не проложено экологических тропов. Это связано по одной из причин с тем, что там у нас зона фуманистического покоя, там птицы вьют свои гнезда, сидят на гнездах, им нужен необходим покой. Поэтому, скажем так, основной поток людей проходит у нас по экологическим тропам. С следующим моментом я бы хотел заостричь внимание о том, что отведение охотничьего хозяйства на территории городских лесов города Перми запрещено лесным кодексом. То есть, если вы услышали выстрелы где-то в лесу, где-то на водных, около водных объектов, это... в этом есть состав правонарушения. У Совета вам сразу же обращаться в правоохранительные органы. То есть, птицы у нас в городе не стреляют в черте города. Ну и следующий момент подкормка птиц. Ключевое слово здесь подкормка. Мы птиц не кормим, мы птиц подкармливаем. Не надо делать очередной вид типа наших сизых голубейных ледников, которые совсем не хотят добывать пропитание. Чем мы подкармливаем птиц? Мы подкармливаем растительную, пищу растительного происхождения разными семенами. Подсолнечная, тыквенная, арбузная, пшеница. Также можно подкормить немножко салом, либо окруженную белую хлебом. Чем мы не подкармливаем птиц? Мы не подкармливаем птиц и чем жареным, и чем соленым. Черным хлебом мы тоже птиц не кормим. Это что касается подкормки. Я хотел дать информацию о том, какие наскворечники дуплянки делаем. Это очень обширная тема. Наверное, это уже не будет для лекции. Но вам необходимо знать, что в принципе птицам без разницы, из какой кормушки есть. Это может быть пластиковая бутылка, это может быть какой-то шедевр деревянного зодчества. Птица совершенно все равно, откуда она ест. Но для нашего эстетического, скажем так, восприятия, мы, наверное, желательно кормушке делать какие-то красивые. Здесь показаны разные виды дуплянок. Вообще, наши пермские лесники считают дуплянки, как убежище для птицы, самым рациональным домиком. Это связано с тем, что, в принципе, обычные скворечники, обычные домики для птицы не очень быстро кемнеют, очень быстро теряют свой вид, очень быстро гниют. А дуплянки именно не из такого стопроцентного природного материала. Они очень хорошо смотрятся и надолго сохраняют свои свойства. Ну, пожалуй, на этом у меня все. С моим экспедиционом просто рябинников благодарим всех за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!